Впечатления от самого турнира, только положительные, хотелось бы, чтобы как можно чаще такие игры происходили, потому что, к сожалению, у нас чемпионат, сами видите, знаете, слабоватый, и игры такого накала, такого уровня хотелось бы, чтобы почаще были, и это будет также, как для гандбола, для нашего, для развития очень здорово, так и будет приятно и болельщикам ходить и смотреть игры такого накала. Поэтому я желаю только того, чтобы гандбол шел вперед, развивался, и как можно больше появлялась команды таких игр. В финальном матче с Мотором чего именно не хватило за ТР? Ну, как бы не банально это звучало, и опять повторюсь, более длинная лавка и больше опыта у команды Мотора в связи с тем, что они прошли групповой этап Лиги Чемпионов и вошли в одну восьмую Лигу Чемпионов. Поэтому за счет этого я считаю, что где-то нас не хватило, но ничего, я доволен ребятами, ребята молодцы, они бились до конца и показали характер, что они действительно мужики, не хватило, но никто не будет опускать руки, будем идти только вперед и добиваться наивысших целей. Можете сравнить гандбол вашего времени с нынешним? Моего времени какого именно, какие года? Потому что я, это было 20 лет как прошло, поэтому, что вас интересует? Если еще три года назад, то где-то уже пошел гандбол вперед. По сравнению с 10-летней давностью, конечно, очень сильно гандбол изменился. Он стал более силовой, более быстрый, поэтому, но это только, я смотрю, это только больше привлекает и болельщиков, это больше нравится. Людям они приходят и более зрелищный гандбол стал. Я считаю, что вообще гандбол как игра не то, что одна, а самая зрелищная игра, поэтому, ну и, к сожалению, самая травмоопасная. Но от этого, если это профессиональный спорт, здесь от этого никто не застрахован. Спасибо.